Девушки отдыхают Двух недель длились матчи, по 10 поединков сыграла каждая из команд И ни разу не побеждала площадку побежденной Сборная России более того, более одной партии у себя выиграть не позволила никому на этом турнире И вот сегодня решится, кто станет чемпионом мира Классическое повторение финала прошлого, когда в пяти сетах наша команда оказалась сильней После этого Бразилия вроде бы реваншировалась на Олимпиаде, но сегодня это никакого значения не имеет Сегодня мы оставим свой титул и наша команда полна решимости его не отдавать Настрой самый серьезный, пусть немножко даже скомканной оказалась разминка здесь в зале Вообще полагается порядка что-то 15-17 минут на сетку и на подачу Здесь все это короче, сборная Япония шумно празднула свое третье место Интервью в зале, даже тут салют небольшой устроили, который очень грамотно был организован Летел точно на трибуну, на площадку, ничего не попало Так что вот сейчас мы начинаем наш репортаж и буквально через несколько секунд гимны КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Татьяна справляется! Гамова! Ну вот так вот! Вот так! Поувереннее перевод в линию! У Гамовой, кстати, вот эта атака получается практически безупречна! Здесь пару раз может быть в аут! А если уж проходит, то защита там не справляется! Так что... Надо использовать много флагов в российских зале! Хотя, конечно, бразильских болельщиков неизмеримо больше! Да и японцы часто очень сильно симпатизируют команде Бразилии! Тут безотносительно к сборной России это! Поэтому, наверное, сегодня еще и давление зала! Определенная на нашу команду Соколова Прекрасная подача И немножко пока не везет Неплохо было бы закрыть, конечно, Наталью Еще раз повторюсь Но придет этому время, я не сомневаюсь Ну а пока Шейла на подаче Диагональная бразильская команда Главный ее бомбардир И один из самых опытных игроков И мы видим Татьяну Кошелеву Начинают с первых мячей Сознает абсолютно загружать Она как старалась, смертветила Но у бразильяна получается абсолютно все В частности, вот у Натальи У 12-го номера Который таким, знаете, мужским По-настоящему нападением славится Но здесь сыграла тонко и изящно 5-1 Буквально 1-2 мяча нам сейчас нужно выиграть Чтобы успокоиться Бразилия совсем по-другому, конечно, выиграет Нежели в матче с Японией Тогда не хватало им настроя Не хватало Собранности Особенно на старте поединка Что все перевело матч к Кисетовой Здесь совсем по-другому С первых мячей Они знают, с кем имеют дело И все-все абсолютно получается Шейла сейчас по линии И Крючкова не может справиться с этим ударом 6-1 Вот такое неожиданное начало Не думал никто, что Владимиру Козелкину придется брать перерыв Когда у его команды всего одно очко будет набрано Не слышно, к сожалению, что он сейчас говорит нашим девочкам Эмоции понятны Эмоции понятны Надо встрепенуться Немножко растерялась, может быть Хотя я не думаю, что это серьезные какие-то формы имеет Таня Кошелева Дважды ее нашли в приеме Трижды даже Плюс две атаки отведенные Которые мало шансов на успех имели И, глядишь, так может и занервничать Но надо ей забить Сейчас обязательно разочек И все пойдет Хороший прием Куличкова И вот шанс Первый темп И он не проходит Вот блок Блок Гамова прихватывает Но это, конечно, атака может быть не самая сильная Шелла-то как раз перехитрить здесь хотела наш блок Гамову, наверное, и лучшего она адресата выбрала для этого И 6-2 Пора начинать работать и нашим На передней линии, на блоке Вот где-то, может быть, выбить с приема Так, не подтянули в защите Но все время какой-то малости пока не хватает Сейчас зацепимся Есть такое ощущение Не отпустить бы далеко бразильяна Есть у нас опытные бойцы в команде Но если сравнивать составы Тут примерное равенство Вот от прошлого финала чемпионата мира Шелла, Жаклин Фаби Либера И центральный, кстати, первый номер Фабиана Это все игроки с состава прошлого чемпионата мира Игроки постоянно против нас играющие Ну и у нас примерно столько же Соколова, Гамова, Бородакова И тоже Либера Светлана Крючкова Так что тут сопоставимые силы друг против друга стоят Если говорить по опыту У нас может быть побольше дебютантов Да, есть это, но хоккей-дебютанты Чуть-чуть, чуть-чуть, но надо в защите пару мячей поднять 8-3 Вроде бы так немножко успокоились Теперь надо начинать потихоньку организовывать погоню Этот тайм-аут тоже нам кстати Соперник безошибочен Но вы прекрасно знаете, что в волейболе Такого просто быть не может Рано или поздно И блокирующие разберутся И у нападающих не все будет обходиться Тогда появятся шансы Главное их сейчас не упустить За них вцепиться Думаю, тайм-аут нам в этом поможет Пока что в основном геморрайши Мы слышим он в интершуме Не дают нам послушать Владимира Кузюткина Хотелось бы очень Но главное, чтобы сейчас его подопечные услышали Прежде всего То, что они услышат, я не сомневаюсь Вот услышали в том смысле Чтобы все это в деле превращать Воплощать стали Накануне не очень он был доволен Качеством игры в полуфинале Может быть немножко так это и сознательно сгущал краски Но он сказал, что главный характер Главное выполнение тренерской установки Вот установку тренерскую выполнили Почти, сказал, на 90 с лишним процентов А вот качество, может быть, немножко хромало Так что посмотрим, как сегодня с этим будет С выполнением установки И пока вот видим такие эпизоды Что без борьбы отдаем мяч И в защите не удается ничего поднять Жаклин, которая вчера ничего не могла забить Практически против японской защиты Здесь раз за разом набирает Атачки 9-3 Долго готовится Фабиана к каждой подаче И вновь, вновь цепляют атаку Кошелевой До конца, до конца добороться Вот пару мячей бы таких поднять, выиграть И совсем другое дело Но ничего не получается По шестой зоне раз за разом Жаклин по первой Вот там Гамова обороняется И, в общем-то, далеко достаточно От нее эти мячи падают Ничего не может она зацепить сзади Ну и, может быть, бразильянки сознательно эти зоны Обстреливают, понимая, что Катя посложнее В защите-то игра 10-3 Гамова Хорошо, ну вот в защите сейчас Соколова Сыграла забить Кошелевой Очень надо, делает она это Проходит в шестую зону Четвертый очко, знаете, такое ощущение, что едва ли Ну, второе, что ли, у нас в атаке всего получается Сколько раз атаковали, все, бразильянки или поднимают Ну, блокировать чисто там тоже немного удавалось Но все смягчается абсолютно У нас это делать пока не получается Понадобится явно, что у него Владимир Кузюткин и двойная замена Потому что здесь блок большое значение будет иметь Надо понадобиться самоотверженная Удачная игра в защите, которая пока не просматривается, увы И не просматривается во многом не по нашей вине Больно уж хороши в атаке соперницы Ну, сейчас пока едва ли не 100% у них там Если говорить о подготовленных ситуациях в атаке Соколова Ну, блестяще, блестяще Вот, по-моему, первый атак вообще Любы в сегодняшнем матче До нее не доходил Она с задней линии начинала И слишком долго мы в этих расстановках топтались И вот теперь дошла она до сетки Бразильянки сделали вывод из предыдущего матча сборной США Которые все построили на том, чтобы Соколова выбить с приема И, пожалуй, забуксовали на этом в третьей и четвертой партии Американки мы видим, бразильянки, прошу прощения, видим по-другому Совсем они загружают Кошелеву Наверное, и Крючковой сегодня достанется Но нам надо организовывать погоню Не решилась атаковать Бородакова Вновь Гамова Было там касание блока Защита без сумасшедшего Опять и вновь придется нам искать свой шанс в атаке Но побыстрее с первым темпом может быть сыграть Соколова И этот удар поднимается Гамова, по-моему, четвертую атаку за этот розыгрыш Устала, это уже видно Напрыгалась, а это удар ваут Не было там касания блока Не надо ничего придумывать 11-6 Ну, чуть полегче стало Знаете, что-то начинает завязываться Сейчас у нас очень хорошая передняя линия С двумя классными нападающими Бородакова на блоке в порядке Либера вот сейчас три Сизуич три расстановки будет сзади Так что попробуют на блоке что-то сейчас найти А вот начинают у бразильянки ошибаться Это третья ошибка своя И причем тут момент риска явно наличествует Пыталась сейчас Жаклин в крае блока Ну куда там? Там действительно могла попасть, безусловно Но пройти вот чисто в площадку У нее там пространства не было То есть удар по рукам планировался Не состоялся 11-7 Тарцева И вновь хорошо Соколова немножко сейчас не везет на блоке Но ничего, ничего Будут еще моменты Очень на нее рассчитываем И именно на ее умение с краевого Один в один блокировать Потому что очень много и Фабиана ходит на эти атаки Правда, пока мы их не видели Но их будет немало Ну и в том числе Не попадает в руки Бородакова В сетку этот удар И вновь 7-13 Только-только вроде подтянулись в счете Вот цена пробуксовки на старте Сейчас игра выровнялась Каждая ошибка уже кажется не поправильной Гамова Блокаут Ну потихоньку налаживаются дела у нее Невероятно Ей сложно, конечно Она постоянно играет на двойном, на тройном блоке Блок там высокий Говорить о каком-то преимуществе в росте Но это было бы слишком наивно Даже у связующей бразильской команды 184 Достаточно высокий игрок Для этого амплуа У Таисы у той же и вовсе 196 Ну вот это надо мячи подбирать И побыстрее Соколова Блестяще 9-13 Все не так уж безнадежно выглядит Особенно исходя из того Что мы сейчас видим в игре нашей команды Исходя из тех перемен, которые тут происходят И может Брудакова усложнить подачу Умеет она это делать И вновь работает Соколова на блоке Гамова Ох, попадать бы надо эти мячи Касание там было у защитника Касание Да, мяч летел в аут Но по-моему по ноге чиркнул Бразильский волейболистский 13-10 Или все-таки по мизинцу мяч тут задел Мне показалось, что он коленку задел 17-го номера связующей Фабиовой Которая руки-то одергивала Но совсем уйти с линии Обстрел не удалось Три очка осталось от преимущества Которое достигало Семи очков Так что я думаю, что эта погоня Еще поддержит нас в напряжении Сдаваться никто не собирается Нам сейчас хотя бы кого-то из бразильянок Вот заставить нервничать Можно, можно это сделать Вчера и Жаклин пришлось усадить Геморрайшу Я уже говорил, ничего у него не получалось И у Перейры были трудные моменты И сказать, что сейчас сборная Бразилии На скамейке есть игроки Которые однозначно смогут сыграть На этом же уровне Не приходится Все-таки есть и травмы в команде Отсутствует здесь на турнире Мари Паула, которую мы прекрасно знаем По игре в Заречи До конца, до конца И рискнуть может быть Да, делает это Гамова Немножко там засуетились мы в доигровке Едва ее не потеряли И тут только вот таким риском Можно было за это очко зацепиться 13-11 Разгоняет арбитр уже наших девушек Которые так Поздравляют друг друга Не хотят расставаться В том плане, конечно, хотят немножко сбить Тот ритм, который бразильянки В самом начале игры взяли Начал, начал работать наш блок Вот сейчас не смогли подстраховать Но есть постоянно смягчение И много этих мячей уже собирается На задней линии Сейчас потерпеть еще немножко Видите, Гамова все прочитала Ну и Жаклин, конечно, хороша Что тут скажешь Соколова в приеме Первый темп пока не проходит А нет, пожалуйста, выигранное очко Очень трудно цепляет Там никто не будет Там Фабиана Капитан бразильской команды На блоке Один из ее многолетних лидеров Несмотря на свои 25 лет И представляете, как Перепелкина И там непросто Но смогла сейчас кистевым ударом Все-таки принести сборной России Еще одно очко Соколова классная подача Не будет сейчас атаки Сейчас только повнимательнее Здорово Здорово Все исполнено Видела все Перепелкина И за блок Очень аккуратно переводит мяч Всего одно очко остается Вроде бы колоссально Преимущество бразильяна 14-13 И на подаче Соколова Которая может рисковать Даже, наверное, обязана это делать Ошибается, естественно Но Ее подача немало пользующей Принесет сборной России Я в этом не сомневаюсь Вот сейчас расстановка В которой мы в начале матча Провалились Кошелев в четвертой зоне Не в этом, конечно, дело Но вот здесь начались наши проблемы Классная какая подача Но Соколова справляется Гамова Но помогать, помогать Ну тут Не знаю, вряд ли Кричкова Имеет право предъявлять Кому-то претензии Она либера Она стояла лицом К этому моменту Она должна, наверное, отвечать Была за этот мяч Три очка А ко второму техническому таймауту Осталось от приму Чем бы этот фокус завершился В принципе, этот полезный отрезок Я думаю, что он окончательно Убедил наших девушек Что играть сегодня можно Нужно, что они как минимум не слабее Я думаю, они об этом и так прекрасно сдали Но важно на практике это тоже ощутить Показывай себе там Отдохнуть Сейчас при всей возможности Все нагружаете На подаче одного человека Наташу Мы видим тоже указание Конкретное Нагружать Наташу по возможности Наталью Наташу Это уже русская интерпретация Да, действительно, самый молодой игрок Справится с приемом Не справится Но и нагрузку на нее Возложить немало Девушка такая крупная Если матч затянется Может это и сказаться Почему бы нет Пока сейчас С собственным приемом Справится Вот этих пару расстановок Где были у нас проблемы А вот Вот такую подачу Помним Мы приняли разок И напрасно Совершенно такая же была траектория Очень остро подает Сейчас Бразильянка Это была Жаклин Ну и у нас на подаче Гамма Вот эта расстановка Много приносила пользу Нам в последних матчах При подаче Кати Она вот усложняет Дисциплинированно К Наталью подает К сожалению Мяч от блока Падает на нашей стороне 17-14 Но главное вот Сделано По тренерской установке Выполняется И Мы видим Что не так уверена Наталья в конце концов Да в атаке У нее сегодня чудеса Пока Но 83% Она не удержит Так не бывает Просто Хорошо Гамма Задней линии После сложного приема Соколовой Пусть подают Любы С такими подачами Справляется В чем справляется Настолько Что позволяет Быстро играть Вот с диагональным Даже Перепелкина Конечно Нам хотелось бы Посложнее подавать Сделать необходимо А сейчас Мяч И вовсе Выходит За 18-15 Фабиана Практически Не видно Ее в атаке Но если Мы ошибаемся На подачах В двух Расстановках Из трех В принципе Ее не должно Быть в атаке Когда она На передней линии Сасса Выходит На заднюю линию Игрок Которому Вчера Немало Довелось Поиграть Как раз Джаклин Она подменяла Но ее Главное Достоинство Вот как раз Подача Игра В защите В приеме Может и в нападении Сыграть достойно Но Укрепление Задней линии Такая Наверное Сейчас Стоит Задача Перед ней Удается Постраховать Неимоверными Усилиями Не тащим Не тащим Эти мячи Пока в защите Вроде бы Не совсем Получился удар Сейчас у Джаклин Но повезло Ей Незащищенное место Он в итоге Полетел 19-15 Цена Вот этой Стартовой Небольшой Растерянности Ошибается Соколова В приеме Тут же Подстерегает Это Фабиола И Владимир Укус Приходится Свой второй Перерыв Тратить 20-15 Удеваться Уже Некуда Пока Ну Если не сказать Безмолвствует То Помалкивает Наш блок Что касается Чисто выигранных Мечей Помним Одно очко Которое Гамов Выгнило Но там В задней линии Накатом Был удар И в общем-то Блок там Больших проблем Не вызывал Хотелось бы С кем-то Из нападающих Справиться Хотя бы Разок-другой Чтобы Уменьшить Хотя бы Количество Велиант До Биолы Которое Пока Очень активно Задействует Всех Кроме Пожалуй Центральной Второй Таисы Но и Вчера По ходу Игры В общем-то Натяжной Пятисетовый Матч Таиса Набрала Всего-то 12 очков Из них 5 на блоке И подача То есть 7 очков С атаки За 5 сетов Немного Это Немного И вновь Гамал Вот это Наверное Самый отрадный Момент Что Катя Сейчас в порядке Соперность Это должно В напряжении Держать И как-то Надо организовывать Погодню Вот в этих Расстановках Сейчас правда Еще пока У нас связующие Сетки Двойной Заменой Видимо Ну в этой партии Не дождемся А вот Леся Махнул Сейчас выйдет На площадку После того Как закончит Подавать Кошелева Увы Она делает Очень это Быстро Отличала Игру Нашей командой Большая дисциплина На подаче Мало теряли Наверное Сегодня есть указание Рисковать И пока Слишком дорого Нам обходится Если таковой Конечно есть Минимум Четыре ошибки Уже в этой партии Было Ну и Махнул Занялась На площадке 21-16 Соколова От блока В аут Достаточно Уверена Немного Атакует Соколова В этой партии Но по-моему Забило едва Или не все Там разок В защите Этот мяч Подняли Когда она С одной ноги Забегала Ну там В итоге Очко за сборную России Осталось Понятно Не хочется Наверное Смерть Загружать Игрока На который Так Колоссальная Отгрузка Выпадает Но с другой Стороны Придется Тут Опытные Люди На вес Золота Старцева Заставляет Бразильянок Впервые Ошибиться В приеме Причем Ошибается Саса Которую Выпустили Для того Чтобы она Там Помогала 12 номер Наталья Как раз Уступила Ей свое место Это говорит О том Что Геморрайша Тоже Не укрылось Указания Подавать Наталью Не укрылись Ее Неуверенные Действия Так что Может быть Еще Это Глядиш И сгодится Где-нибудь Аут Аут Атака Была Первым Темпом Никого Мяч Не задел И радует То что Таиса Ошибается Значит Глядиш И вообще Не могут Позабыть На продолжительный Период Нам бы Это облегчение Принесло Определенные 21 19 Ну Еще бы Подачку Одну Сложную Вот так Вот так Вот 21 20 Браво Старцева Два Эйса Подряд И В общем-то Сделает Это тот Игрок Который Ну Не является Лучшим Подающим Нашей Команды Если Брать Игроков Стартовой Шестерки Только У Кошелевой Меньше Эйсов 5 У нее Было 7 У Старцевой До этого Но Дорого Яичко Христовую Дню Как говорится И сейчас Геморрайш Берет Второй Тайм Аут При счете 21 20 В пользу Пока Еще Его команды Но все-таки Ситуация Не уловим Меняется И если Мы дождемся Нашего блока То почему Были И не побороться За этот Сет Еще Радует То, что И не работает Замена Геморрайш То, что Он сейчас Предпринял Пока Никакой пользы Его команде Не приносит Это Фактор Положительный Безусловно И где-то Тоже Может Сработать Вновь Старцов Готовится Вновь Старцов Выцеливает И вновь Аут Ошибается Ошибается Восьмой номер Жаклин Ну и что Она там Хотела увидеть Прыгает Скачет Ну аут По стопроцентной Не дотируясь До этого мяча Айгамов 21-21 Сейчас смотрит В сторону Табло Там огромное Табло Старта зала И там Ничего не показывают Японские режиссеры Чтобы не нагнетать Ситуацию Ну аут Был очевидно Тут спорить не о чем Забивают Бразильянкину Шанс-то у нас есть Мы уже вцепились Будем бороться Шейла Шейла Павлочка Выручалочка Бразильской команды Ее Лидер Ее главный Забойщик Жаклин На подаче Так меняет В последний момент Место С которого Собирается Подавать Другая идея Какая-то Ее посетила Махно Но Махно Справляется Наш отблок К сожалению Летит за 23-21 Как же все было близко Вновь в очередной раз Но в очередной раз Не удается справиться Наталья Перейра Вернулась на переднюю линию Сборной Бразилии 23-21 23-21 Тут уже ошибка в приеме Как обидно Не хватает все-таки Надо опыта Нашим игрокам В какие-то моменты Олеся Махно По-моему Едва Не первая Ее ошибка Здесь на турнире В принципе Вот сколько она выходит Помощь Немалая И вот Пожалуйста 24-21 При том, что Жаклин подает Все им действительно Очень хорошо Ну поборемся еще Гамова Вот Не удается И забить Что все-таки Да Ну не наш Этот сет К сожалению Вроде По мелочи По мелочи Но 3-4 Таких эпизода Набралось Где нам Какие-то сантиметры Не позволили Блоку Примести очки 1-0 Сборная Бразилии Павела 1-0 Сборная Бразилии Впереди В финальном матче Чемпионата мира И нашим сейчас Надо решать Обязательную задачу Выигрывать этот сет Потому что 0-2 Это та опора Которую классная команда В принципе Не должна Терять Если бразильянки Накануне Отыгрались Со сборной Японии Со счета 0-2 То это значит Только одно Что Все-таки Сборная Бразилии Японкам не по зубам При всех Их самоотверженности Другое дело Сборная России Ну Многовато Наверное Перегружали Даже где-то Гамову в атаке Да Она в принципе С приличным процентом Атаковала Но против нее Противодействие Достаточно организован И достаточно регулярно Поэтому и Удавалось Бразилианкам отбиться У нас нормальный Процент атаки Что-то там В районе 46 Но вот 59 У Бразилии Это чрезмерно Это говорит о том Что наш блок Пока не справляется В остальных компонентах Никакого преимущества Бразильянок нет И в общем-то Сейчас Разобравшись на блоке Я думаю Мы решим Ситуацию Свою пользу Есть такая возможность По крайней мере Хорошая С первого темпа Начинается вторая партия Очень важно Сразу забить Сразу повести Чтобы не повторилась История предыдущего сета Хотя бы Поддержать этот разрыв Но вот сейчас До блока ситуация Перебили просто Гамову Нового атака Это у нас Не удается И тоже Катерине Завершить Наталья И все-таки Где-то проходит Она постоянно Проходит Между рук Между блокирующими Но проваливаются Эти мячи 1-1 В защите Помочь тут Ну нереально Когда так Мяч вываливается Из блока Наталья там Потрясающий Просто пока Процент имеет В этом матче Ну ждем Когда она Начнет ошибаться Когда мы ее Заставим ошибаться Наверное ждать Пока начнем Бесполезно И опять Через гаму Выиграем Весь старт сета Ну Катя свое Конечно забьет Но хотелось бы Разнообразие Есть у нас И Соколова С очень приличным Процентом атаки И есть Кошелева Который немножко Подзабыли А это самый Процентный Атакующий Этого турнира Все не может Куда-то исчезнуть Одномомоментно Поэтому ждем Более разнообразной Игры От сборной России Ну помочь Себес Вот сейчас Опять придется Сейчас уже Гаму выпасовать Она обманный удар Бразильянки Здорово Тащат это все В защите Вот наконец-то Блок ли это Не блок Не знаю Но Наталья По крайней мере В атаке Не преуспевает В данной ситуации 3-1 Там возможно В трос мяч попал А может быть И в руки Да нет Может быть Пожалуй Что в руку Перепелкин И мяч попал После этого Скользнул по тросу 3-1 Вот это приятный момент Скажем так Долгожданный Соколова На подаче Вот так вот Пусть и нам Чуть-чуть повезет В конце-то концов Не могут же эти сантиметры Все время Против сборной России Работать Эйс Люба Соколовой 4-1 Ни в коем случае Не обольщаться Вот этим Незначительно Пока успехом Ах Чуть-чуть Опять Рикошет Неудачный Но Будем так Справедливо Перепелкина Сейчас на блок Не успевала И Если б мяч Скочил Более удачно Это было бы Чистой воды Везение 4-2 Сейчас наш прием Собственный Держать Держать И при этом Постараться Все-таки Не перегружать Гамову Хорошо Сейчас Крючкова Довела Кошелева Нет Ну не везет Просто есть Что-нибудь Поднимаются Там мячи Вроде бы Убойный сил Уже Проходит блок Но вот сейчас Уже некому Там поднимать Блокаут 5-2 Очень-очень важно Чтобы Кошелева Была в обойне Сборной России Она в принципе Никуда не девалась Чтобы Старцева Почувствовала Прежде всего Что Кошелева Здесь вот сейчас Расстановка Ну не самая высокая У нас у сетки Там и связующий И уж точно Самая неопытная Зато на подаче Чегамова 5-6-2 Вот действительно У нас сейчас У сетки Три дебютантки Чемпионата мира Вообще Представляете себе Да Перепелкина Кошелева Старцева Ну это все В командные схемы Конечно же Тщательно вписано И имеет Глубокое смысловое Значение Просто вот такая Ситуация Вот поднять Фабиану Едва ли не первый раз Подключает в атаку Кошелева Неужели достанут Достанут Но без атаки Может быть и первому темпу рискнуть Так и есть Перепелкина Но попадать Только попадать надо 6-3 Ничего страшного Счет позволяет Обидно Конечно 7-2 Там было бы совсем радостно наблюдать Но Что есть То есть В этой расстановке Как вы понимаете Проблемы со съемом Определенные могут быть И Совсем не Задействовать первый темп Просто нереально Но важно сняться сейчас Все-таки Стоп Было при нашей подаче Все Дамова Блестящий Блестящий Есть у нас этот вариант В обойме 7-3 Катя Классная атака С задней линии Вновь прекрасный прием Соколовой Пока справляется С групповым блоком Перепелкина Жаклин Жаклин хитро сыграла Но не очень она уверена В атаке это есть Это надо использовать Накануне это было Сегодня пару ударов вау Совершенно Невынужденных И сейчас Это некое сомнение Все-таки было В своих возможностях Потому что по передаче По передаче у нее была Выигрышная ситуация Она могла вколачивать мяч Но она выиграла Победителей не судят Для нас это так Зарубка на будущее Блок смягчает Просто прекрасно Бразильский блок Вторая атака Кошель Обманный удар Заклинка Включают заднюю линию И то есть все Абсолютно сегодня получается 7-5 Очень все напоминает То что проходило В первом сете Но бразильянкам Пораньше удается Затеять эту погоню Вот нам продвинуться В этой расстановке Выявилось слабое место Нашей команды Вот для этого финала Для этого конкретного соперника И здесь не пробуксовывают Только ни в коем случае Побиана И вновь через Гамову И вновь Кате Спасибо 8-5 8-5 Сборная России К первому техническому перерыву Имеет Некое преимущество Иначе его и не назовешь Потому что Говорит что оно Какую-то спокойную жизнь Обещает В следующем отрезке Хотя бы даже этого сета Не приходится Соперник Олимпийский чемпион Сборной Бразилии Вообще битва чемпионов мира И олимпийских чемпионов Крашевый виски Не придумаешь Две непобедимые Здесь в Японии команды Ты прыгаешь на поезд Не надо бить повыше Надо бить побыстрее Повыше не надо Повыше ты затягиваешь туда Поняла? Прыгнула Ну тут корректировка 83 не такой рост Чтобы можно было говорить О том что он может помешать А уж Какие бразильянки Атлеты Это всем известно И мужских Мужчин волейболистов Касается и женщин Известная подготовка Всегда в полном порядке За клим Но нельзя ее в ход пускать Ни в коем случае 86 Много-много линию закрывает Как раз может быть Часть линий то и можно и оставить Поскольку вот эти попытки Проходить по линии Уже сегодня только раза три Заканчивались неудачно И уверенности от этого быть Никакой не может Как вы понимаете Соколова Блестящей защите играет Бразильянки Но есть и у нас блок Мария Бородакова Наконец-то приструнила Кого? Наталью 9-6 9-6 Очень важный С экологической точки момент Видите Сбросила руки Прочитала Видела куда Старцы готовятся к подаче Бразильянкам неуютно При ее приеме И у нас теперь появляется Еще одна атака Вот сейчас наверное Перемудрил Не лучший вариант До первого темпа Но работает наш блок Вновь Бородакова 10-6 Ну заработало Заработало Да, ситуации Может быть Где наш блок сыграл Не самые выигрышные До бразильского нападения Были Все-таки атака Задней линии Атака С Недовыброшенной Верхпередачи Что ли Ну очки-то Очки-то Тикают И главное Что С этими Набранными очками Увеличивается Уверенность Наших игроков А здесь переиграли Переиграли Сдернул первый темп Не знаю Что это сейчас Такое внимание Таисии уделять Она еще в атаке Не замечена Была в результативных А вот Бросать с краю Шейлу Но это слишком 10-7 Дамова Блокаут Все четко И главное Все быстро Нам ни в коем случае Сейчас нельзя пробуксовывать Держать Держать съем Нервировать этим соперниц Ну удастся увеличить разрыв Будет просто здорово Сейчас хорошо отработали Сейчас хорошие у нас Линии передние Хорошая подача У Бородакова И надо что-то Цеплять Пробовать Хорошо Есть там Гамма Доигровки Сложно конечно Атаковать Таких мячей Чуть-чуть Опять не везет Но цепляется Цепляется Это все Уже нашим блоком 11-8 Чуть-чуть Чуть-чуть бы еще В защите добавить Как бы хотелось Бразильянки Свой уровень держат Недаром они лучше В обороне Команда Одна из лучших Точно Надо может быть Уточнить статистику Хорошо Первый темп В исполнении Перепелкиной В защите Бразильянки Третий И в приеме Они третий Но уступают Только вот Команда Японии И США Оно наверное Не за зоны Как играют Японки На задней линии И американки Мы могли убедиться Соколова На подаче А вот и Фабиана Опять прошла Порожняком Никак не удается Ее заиграть Вообще удивительно По вчерашней игре У нее очень много Было забеганий За голову И второй зон Она так охаживала Японскую оборону С классным процентом Мы видимо Боятся туда Подгамову Ее загонять Это тоже наверное Часть тактического плана Кузюткина Что забегание Фабианы Приводили бы ее К блоку Гамова И в общем-то Это пока Бразилиянки И боятся Делать Для нас это крайне важно 13-8 Достается сейчас Фабиоли Сезу Сезу еще всегда В какой-то степени Виноват Когда такие провалы Происходят Мы видим Мы видим Бразилия 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 резервная. Посмотрим, как у Геморраеша сейчас эта замена сработает. Кошелева. Нет. Поднимаются мячи от блока регулярно после ее атак. Главное, чтобы таких бы ошибок не совершать. Но совсем не вынужденные и не нужные. Поаккуратнее к этим мячам относиться. До сегодняшнего матча это, может быть, и ключевые вот эти розыгрыши, когда команда получает шансы на доигровку. Тут хочешь, не хочешь, придется через Гамову играть. И только на бок ее при этом наводить, но ни в коем случае нельзя. 13-11. Ну что, придется Кузюткину сейчас таймаут брать. Недолго наше лидерство было убедительным. 13-8. И после таймаута Геморраеша вот такой рывок в сборной Бразилии. Очень, конечно, много. Зависит от того, как сможет адаптироваться в этом матче Кошелева. Она, в общем-то, очень важный игрок в системе нашей команды. Для нее это первый такой матч в жизни. И все ее проблемы временные, они понятны, понятны. Тут надо только найти себя. Помочь постараются ей в этом. Конечно, я не сомневаюсь. Даже Гамова сколько для этого делает. Фаби чудеса в защите творит. Летает просто на площадке, но слава богу, Блок у Кошелева это на месте. Никуда не подевался. 14-11. Важное очко? Важное. Блоком оно, может быть, даже и поубедительнее будет. Гамова. Выбитый прием. Ну, еще раз на блоке поработать. Аут, аут. А это вот следствие предыдущего блока. И кто ошибается? Ошибается вновь Наталья. Можно, можно ее задергать. Не без крайне там запас вот этой уверенности в своих физических возможностях, за счет которых она играет в основном. И вновь классная подача у Гамы. Вновь без первого темпа. Хорошо. Крючкову удается мяч в защите зацепить. Еще раз побороться придется. И вновь Блок блестящий. Закрываем вот как раз Джойс, которая появилась на замену. И это уже очень-очень важный момент. Ну, так специально подсчетом, что я не вел. Очков 5-то в этом сете мы на блоке выиграли. А это то, что нам надо. Это не то, что нам надо. Это то, что поможет добиваться успеха. Сравните с одним единственным блоком первой партии. Какой там был блок, вы помните. Ну и радует все-таки, что замены геморрайша пока не работают. Вот выход Сассе ничего, в принципе, не привнес со знаком плюс. Двойная тоже пока приблизиться бразильянкам не позволила. Более того, Джойс сейчас забить не смогла. Но геморрайш так твердо ее пока держит. Не думает обратно. Или все-таки нет? Нет, обратная замена. Двойная. Возвращается Жаклин. Возвращается Фабиола. Ну и хорошо, что не работает. Это своеобразное признание того, что не получается. Глядишь, в следующий раз, когда эта помощь понадобится и не решится на это наставник. Нет у него сейчас внутренней уверенности, что он может посмотреть на скамейку запасных и найти там человека, который выйдет и поможет. Гамова. А она продолжает подавать Жаклин. И Жаклин не очень уютно себя чувствует. Гамова нашла своего клиента. Кошелева. Обманный удар. Хорошо уже на задней линии окопалась Шейла. Она ожидала сильного удара. Как-то она даже в раз в счет-то не брала, что Кошелева обманный удар и делает. Причем, ну, метр в четвертый мяч падал. Тащить такие по большому счету надо, конечно. Но это говорит о том, что бразильянки тоже не железные. Команда великолепная, команда потрясающая. Но эти же эпитеты я могу и к нашей команде применить. Посмотрите на Гимарайша. А вот таким я его никогда не видел. Даже вчера в матче против японок он эмоции более дозировано, что ли, на своих подопечных обрушивал. Вот сейчас просто такое ощущение, что удара его хватит от права дела. Ну, хорошо, довели, значит. Гамова. Катя держать вот эту подачу. Она достаточно сложная, на хорошей высоте летит, на неудобной высоте. Нам даже не столько, если нужны, сколько вот сбито чуть-чуть прием, который заставляет бразильянок все время что-то придумывать. Браво, вновь здорово. Наталья. И в блок. Вы идите сюда. Все очень здорово. Вот буквально вынуждаем мы эти ошибки совершать соперницу. Это подача. Еще раз повторюсь, она только на вид кажется, в общем-то, достаточно понятной. Еще один блок нашей команды в этой партии. И это свистится. Все правильно. Арбитр вторую передачу Фабиоли фиксирует. Это ошибка. Она протащила мяч, задержала. 19-11. Ну, обращали мы внимание, что на подачи Гамовой у нас такие серии достаточно регулярно встречаются. И сейчас она, ну, будем надеяться, и с прицелом на будущее слабость там нащупала. Вот между Натальей и Джаклин туда подачка летит. И только с какой там? С седьмой, наверное, попытки, с шестой бразильянкам дается внятный прием для первого темпа. такое же очко, интересно, набрало Фабиано в атаке. Боюсь, как бы не первая. Ну, что-то, наверное, забивало, наверное, где-то что-то я упустил. Но это не ее абсолютно загрузка. Вот вчерашние цифры вам сейчас найду, посмотрю. 14 из 23 атак она реализовала. У нее процент-то высочайший. Она нужна Бразилии в атаке. Еще бы вот эту защиту нам куда-нибудь деть. Но ее никуда не денешь, если такие мячи поднимаются. Ну, это фантастика. Нет. Ну, и ошиблась в итоге. Фабиола. Ошибка такая вынужденная, потому что она пыталась успеть к этому мячу. Там ее замыслы никакого значения уже по большому счету не имели. Главное, хоть как-то перебросить. Не получилось. Ну, что, прошли мы переднюю линию в не самых простых расстановках. Нет, еще не до конца. Ну, и даже со знаком плюс прилично. Фабиан, о чем я говорил. Есть приемы. Будет сейчас все больше и больше ее атак, потому что с крайними нападающими не все так уже очевидно хорошо в сборной Бразилии. Поэтому вот эту пушку будут задействовать регулярно. Постараться сбить, сбить прием бразильянка. Замена. Фабиану меняют на подачу. Стало быть, в данном случае Саса даже не для усиления приема идет, а просто выполнит всего лишь подачу. Потому что потом-то она уступит свое место Либера. При всех ее умениях играть сзади с Фабией не равняться в этих компонентах. Как играет Либер сборной Бразилии вы видите прекрасно. Тут комментарий не требуется. Наш Либера тоже в порядке. Крючкова мяч принимает. Но обманные удары здесь редко у нас получаются. и теряем очко. 20-14. Может быть не стоит сейчас экспериментировать. Пока они боятся, пока дергаются, надо забивать в этой партии. Обязательно. Ни в коем случае в концовку ни в какую не влазить. Саса. Ее выход на подачу вот поудачнее, чем в прием получился в предыдущей партии. А сейчас в общей есть. Есть еще тайм-аут Владимира Кузюткина, но, наверное, еще пока не время. 20-15. Сейчас надо справиться с приемом. Сколько можно распадать в такой степени риска? Вот это уже значительно все проще. Кошелева подбирают бразильянки этот мяч. Жаклин не рискует. Она уже с блоком с нашим ознакомилась в этой партии. Кошелева ну никак. Пытается все перебить верхом блок, но не совсем все это все не работает. Это сборная Бразилии. Тут все значительно сложнее. 20-16. Приходится брать перерыв. Как же нам нужна эта партия? И желательно ее все-таки без нервотрепки выбрать. Нервотрепки сегодня еще заложены в программу этого матча немало по определению. Демараевшу удалось взвинтить своих подопечных. Пытается это делать и Кузюцкин сейчас. Вот такие увесистые удары наносят по друг другу команды. Посмотрите эту диаграмму. Так в том, что и те, и те умеют держать съемы. Мы это прекрасно знаем. Ну вот Саса на подаче вышла просто очень здорово. Браво опять выручает Катя и снова в той же расстановке так поторопился сказать, что она уже прошла. Так долго находятся эти игроки на передней линии. Столько очков мы вроде бы собрали и сейчас столько же, ну не столько же, чуть поменьше потеряли. Наконец-то Кошель уходит на подачу. У нас Старцеву меняет Гончарова. Смотрю на скамейку запасных. Нет, это всего лишь по-моему усиление блока на конкретный эпизод. Это не двойная. Неплохо. Вот сейчас можно поработать блоком. Тащим, молодцы. Соколовой трудно будет что-то здесь придумать. Вот сейчас можно посерьезнее атаку подготовить. Правда, там не связующие атакуют у нас, но там зато не атакуют, пасуют, конечно, не связующие, зато атакуют Люба Соколова. 22-16. 22-16 и очень важное очко, да, так вот эти все маленькие пробуксовки, сколько же нервных сил отнимают. Они будут, соперник такой, что за любой шанс будет цепляться. Защите бразильян очень просто блестящее действие. Ну вот Атаису ввели вот такое еще действие. Видимо, забегание за головой пока у соперниц получается. Получалось это до поры времени вчера у Американок, потом все-таки стали и по аутам стрелять, и Соколова там блоком прихватила. Хитербол на разок в самый ответственный момент, так что не думаю, что дадим там разгуляться, хотя это оружие грозной сборной Бразилии. Леся Махно появляется вновь вместо Кошелевой. То эти паузы просто необходимы. Махно тут же летит подача, она справляется, Соколова. Классный обманный удар, вот умеет она так затянуться, всем видом показать, что мощная атака последует и мягко так сопроводить этот мяч, видите, за блоком и бразильянки, которые тащат все абсолютно. Там, ну, метр даже никто не подошел к этому мячу. 23-17. Моя, моя, аут, вот ошибается Перейра при атаке с задней линии не впервые ей это совершать и в блок попадала. Стало быть, блок это тоже свою работу сделал, зарубку и в памяти отложил. Пытается откручивать мяч и не всегда все получается. 24-17. Вот он, блок. Соколова ставит точку в этой партии 25-17. Ну что, достаточно убедительный, наверное, ответ на то, что мы получили в первом сете 1-1. 1-1 в матче сборных России и Бразилии в финале чемпионата мира по волейболу. Наши смогли уверенно отыграться за неудачу в первом сете и сейчас, наверное, с более хорошим настроением начинает эту партию, но счет 0-0 и, стало быть, борьба начинается с самого-самого начала. 7 очков, 6 очков, прошу прощения, на блоке. 7 это всего теперь у нашей команды. 6 очков мы набрали во второй партии. Я думаю, это ключевая цифра. При этом перестала наша команда ошибаться. Я уж, честно говоря, не помню, была ли у нас хоть одна ошибка на подаче по ходу предыдущего сета. 5 ошибок всего за 2 сета. Вот так, на вскидку 4 невыполненные подачи в первой партии только вспоминаются. Стало быть, умеем терпеть, умеем ждать своего шанса, умеем не ошибаться. У бразильянах ошибок 12 против наших 5 и это тоже важно. При этом процент атак у них по-прежнему повыше. Старцева. С ее сегодня неплохо летящей подачи начинается эта партия. Попадает на сей раз эта вот такая косая атака в площадку. Массу радости это вызывает у Шейлы против Гамовой даже если она одна на блоке всегда не очень просто играть. Ну и первое очко конечно имеет большое значение в каждом сете. Так мы сегодня уже успевали успели убедиться в предыдущих двух партиях. Главное тут же сняться нашей команде. Соколова отыгралась от блока еще будет одна атака вновь Люба и на сей раз не смогли ее подстраховать 2-0 2-0 сейчас внимательнее надо быть вот на старте партии надо эти мячи конечно помогать поднимать не такой длинный отскок хотя конечно неприятно что там говорить Таиса на подаче тут же первый темп какой-то невнятный у нас выходит хорошо что ошибается Шейла не было там касания бразильянки шумно радуются в расчете на реакцию арбитра арбитр невозмутим кореец сегодня судит очень четко ничего не додумывает только главной судейской наверное заповедь фиксировать то что видишь а вот повезло нам никто не догонял бы этот мяч очень по замыслу мудро сейчас сыграла Шейла но она на такие штучки гораздо и наверное не успевала бы кошель поменьше на 10 сантиметров левее если от Шейлы смотреть мяч бы упал по 2 сравняли сразу очень важно и первый темп исполнения Фабиано но если он такую радость вызывает значит не все благополучно в стане бразильяных значит не так уж они уверены вот в этих вот зонах сейчас получилось другой раз может быть и прихватим сейчас справится вот с этой подачей Шейлы Гамова там касание сетки было а что же никто так на это не реагирует тут не сняли сетку бразильянки едва ли не двое за нее зацепились ну неужели верхнего троса при этом никто не касался 4-2 ну забить-то не смогли все равно на себя пенять в какой-то степени не надо Соколова хорошее забегание за голову тащит вновь бразильянки рискует Наталья но Крючкова внимательно и Гамова отблокова аут очень важный мяч нельзя нам было отпускать соперника и сами понимаете вот эти стартовые провалы они были определяющими в первой и во второй партии несмотря на то что там походу ситуация менялась и казалось ничего страшного команда отстающая догонит возьмет свое нет все-таки эта погоня она изматывает изматывает очень здорово психологически прежде всего вот сейчас досталось Кошелевой по лицу от стартовой мяч пули отскочил но вроде ничего обойдется глядишь разозлит еще Татьяна дополнительно вот эти забегания Фабиана о чем я говорил страшное оружие первое исполнение перепелки ну что ж хороший ответ и там главное что это тоже на Фабиане все происходит значит и мы не боимся и мы держим напряжение и сейчас вот при подаче гамовой можно что-то может быть еще в копилочку нашей сборной положить не получается опять же Фабиана вот начинает все чаще и чаще ее нагружать приберегали что ли первые две партии своего капитана бразильянки такая повязка у нее там на руках серьезная она ее сейчас содрала мешает мешает что-то пошла в азар пошли левануло 7-4 обидно никак не получается какой-то стабильности Татьяне достигнуть сегодня нужен нужен нам еще один результативный нападающий сегодня сейчас не попало по мячу толку Тартова ну вот и до нее черед дошел очень неплохо она по ходу турнира но так дозировано 2-3 раза за матч такие вещи проделывает сейчас очень своевременно потому что образовалось преимущество сборной Бразилии ни в коем случае не давать этому отставанию превратиться там в пропасть и даже в разрыв серьезный какой-то и тут же прекрасная подача но сейчас на блоке аут повезло сейчас Татьяне но это везение и ой как нужно главное что без тени сомнений эти мячи атакуют значит все в порядке и тут просто сопротивление совершенно другого качественного уровня чем в большинстве матчей здесь было это надо понимать русбийские чемпионки и вновь выбитый прием вновь можно подбирать этот мяч играть вновь через Кошелеву в первый раз не получается ну такая сомнительная вторая передача сейчас была ошибается Жаклин жалко касание сетки как не вовремя наши тоже напоминают о предыдущем таком же случае как вы реагировали на это господа арбитры но технический перерыв к которому мы не успеваем сравнять счет 8-6 и перерыв наверное своевременный вот очень не любит Владимир Кузюткин когда вот так транжирятся шансы наши я вот помните мяч который Бородакова обратно на сторону бразильянок перекинула вот эту атаку им подарила в итоге жалко доигровочные мячи ценить их очень надо что хорош хороший настрой хороший Кузелянки хоть и впереди но вот они сейчас ошиблись это тоже остается в памяти не так уж стопроцентно сегодня что ли результативность Жаклины вот последняя ее атака тоже уверенность и уж ей это добавить никак не может сейчас постараться постараться может быть на блоке зацепить соперников ну для начала сняться через Гамму нет но обманные удары не проходят сегодня Жаклины не готовы оказалось какая-то атаки на блок немножко сейчас навели молодец неужели там в пол мяч не попал да что ж такое ну не знаю надо смотреть повтор показалось что мяч с площадки коснулся может быть желаемый за действительное сейчас выдал и повтор то не особо поможет да бразильянки плюс 3 получают 9-6 есть Стоит в одной и той же расстановке, к сожалению, которая до этого на турнире работала, но безупречно. Достается сейчас Тарцевый, не без этого. Надо сейчас обязательно постараться поддержать хотя бы вот этот разрыв, не позволять ему увеличиться. Сложно, сложно очень в концовке догонять. Коша Лева. Не везет. Ей еще к тому же все цепляется практически. А самим сзади такие же мячи, по сути, смягченные, не удается поднимать. Вот из таких мелочей складывается и Наталья Гончарова. Сейчас Владимир Кузюткин подзывает, чтобы она готовилась. Но действительно процент от Акоши Лева сегодня низковат. И вновь Старцева обман на удар. Молодец, молодец. Надо как-то сдвигаться опять с этой расстановки. Может быть прием ее опять заставил его выполнять. Но сделано это своевременно. Очень 11-7. А вот Акоши Лев подача. Зато полетела 11-8. Очень важное очко со всех точек зрения. И тут же теряет подачу. Но вот нельзя этого делать. Обходились мы без этого всю вторую партию. Понятно, что рискует. Понятно, что хочет усложнить. 12-8. Гамова задней линии на тройном блоке. Ну неужели вот это вот порыв не получит помощи от партнеров, поддержки. Посмотрите, какой мяч выигрывает сумасшедший. Сейчас линия-то прекрасная у нас у сетки. Подача хорошая. Но вот сейчас пробовать. Пробовать догонять надо. Не получается. Вновь быстрая передача за голову. Оттуда сегодня сходит основная угроза. Никак не справляемся с этими косыми атаками. Причем по линии-то играли совсем немного. Но вот быстро вход. И одному блокирующему никак не совладать. Ну хорошо, что без атаки остались бразильянки. Стало быть, можно мы что-то подготовить. Крест в исполнении Соколовой. Очень важно, очень нужно. 13-10. Вот это доигровка. Вот так надо бережно к ним относиться и так завершать. Чтоб даже попробовать соперники что-то успеть не смогли на блоке. Гончарова выходит. Причем происходит это с задней линии. Дает, видимо, Кузюткин возможность немножко адаптироваться на талии в игре. Перед тем, как вернуть к сетке. А может быть, как раз ему указания докошивали. Просто очень нужны были. Опять блок не успевает. Вот теперь в линию пускаем. Жаклин, конечно, хороша. Тут ничего не скажется. Шейла, прошу прощения, 13-й номер. Она сегодня в полном порядке. И, ну, собственно, как и всегда. И подает. Очень, очень сильно и очень точно. Мяч низко над сеткой летит. Тут же ищут зону, где Наталья Гончарова появилась, где была Кошелева. Собственно, эта зона прислелена. Сейчас два принимающих мы стоим, а подача-то такая, что ой-ой-ой. С трудом доходит у него Кричкова, Гамова. Хорошо, хорошо. Соколова выручает, который уже раз. Вот эти сложные мячи в разрыв. Разрыв велик. Надо доставать как-то. Так, без первого темпа бразильянки, но на блоке попробует. Попробует что-то сыграть. А что сейчас? Соперницам мяч отдают. Тут был вопросом. Больше похоже было на игру на нашей стороне. Блокирование со стороны Старцевой. Вы знаете, она, по-моему, до верхнего края сеточки не допрыгнула. Сейчас спорный момент. И эти вот именно сеточные мячи чаще всего вызывают недоумение одной из сторон. Но в данном случае не в нашу пользу трактовался этот эпизод. 16-11. Никак не удается подобраться ближе сейчас. Да, другие, наверное, всего сегодня нашим дебютантам приходится. Такая колоссальная нагрузка психологическая на них. У Гимараеша все-таки поопытнее бойцы. И в прошлое гран-при практически в этом составе сборная Бразилии выигрывала прошлогоднее. Много от олимпийского состава здесь игроков ключевых. 16-11. Надо догонять. Бороться-то наши будут. Гончарова добралась до передней линии. Вот посмотрим, как слабость в той расстановке сейчас. Исчезнут ли они с выходом нового нападающего. Пока что яростно вбивает Мария Перепелкина, получив свою порцию критики от наставника. Но, правда, за, видимо, какие-то действия на блоке. Она так яростно кинулась в атаку. 16-12. Ямова на подаче. Кубиана. Ничего с ним не может поделать. Ни Кошелева ничего не получалось. Ничего и у Гончаровой пока не выходит. Очень технично. Видите, одной кистью практически работает. Мураш выривает мяч на свободные места. Выходит Сассе на подачу. Подача, которая вроде бы возродила интригу во второй партии, когда мы много выигрывали по ходу ее. И которая сейчас, наверное, признана довершить усилия бразильской команды. Ну, посмотрим, как это получится. Есть у нас Гамова на задней линии. Пока видим, что побаиваются. Гончарова в атаку загружать Старцева. Но есть другие варианты, в конце концов, у нас. И вы сейчас в этом убедились. 17-13. Ну, никак не удается хотя бы на очко подобраться. Хотя бы немножко напрячь соперника. Съем держится. Ну, а где же брейки-то? Может, сейчас шанс появится. Не будет атаки. Возможность сыграть быстро Гончарова. Нет. Это все слишком читаемо. И слишком медленно. Вы знаете, ну, посмотрите, по какой высокой траектории летит этот мяч. Таиса там успевает и с колоссальным запасом к этому мячу. Центральный, который, в общем-то, должен... По идее, вот при таких доигровках, когда первые передачи никаких затруднений не вызывает, ну, не должен Центральный успевать. И вновь на сервер с Бородаковой. Через первый темп мы держим этот разрыв. Гончарова подавать отправляется. Интересно, что Хошелев на скамейке сидит. Даже в зону разминки не отправилась. Что это может означать? Не достать этот мяч. Очень-очень быстро играют бразильянки, когда есть у них идеальный прием. Вот этого приема надо решить. Не похоже пока, что у Гончарова есть подача, которая это сможет сделать. Закрыли Соколову. На этой линии, в общем-то, других вариантов сейчас у Старцевой не было. Извешенный мяч и бразильский блок. Ну, хорош, конечно. В этой партии бразильянки на блоке нас переигрывают. Или мы проигрываем блок, как хотите. Потому что все, что так здорово было во втором сете, вновь куда-то исчезло. Гамову буквально с ног сбивает Фаби пушечным ударом. Но это всего лишь одно очко. 20-15. Старцева отправляется подавать. Ну вот, блок Гамовой очень все время. Долго-долго мы ждали, когда же там один в один. А против нее все время практически один в один нападающий остается. Может быть, это часть нашей тактики. И чуть более внимания четвертой зоне, когда Кате на передней линии уделять. Вот так или иначе очень сложно. Даже ходовые мячи ей было крыть. Вот сейчас она Шейлу закрывает. 20-16. Еще раз. Сейчас, правда, уже и передачка неважная у Фабиолы. Получилось. Навела она свою диагональную. На нашего диагонального. И 20-17 при таком счете геморрай. Тайж берет тайм-аут. При этом у нашего тренера тоже еще один перерыв и есть. Так что за эту концовку еще и можно побороться и тактическими методами. Пока перерыв. Долго нам не удавался брейковые. Мяч хоть один. Видите, сейчас дважды подряд. По блоку, наверное, вот эта лучшая у нас сейчас линия. Когда Соколова, Бородакова, Гамова у сетки. У Старцевой очень неплохая подача. Именно сегодня летит. Может быть, для бразильянок там главная неприятность кроется. Но и хорошо. Почему-то там частенько выбитый прием. Но и так держать. Сейчас Соколова внимательно со своим сыграла еще разок. Ну вот он еще один шанс в атаке Гамова. Куда мяч отскакивает. За. Чуть-чуть совсем за. Вы знаете, так в холднокровии Гончаровой. Можно только поражаться в данной ситуации. Она так вяло бежала за этим мячом. Неужели видела, что он залетит? Ну тогда, извините, там 10 сантиметров всего-то. 20-18. Ну, в четвертой попытке удается сняться с этой подачи. Наталья, походу, все-таки один блок обыгрывает. Но будем искать свой шанс. Есть они еще, должны они еще быть. Поскольку, опять же, у нас сейчас неплохие силы на передней линии. Таиса. Усложняет жизнь Соколовой. Ну, справились мы с этим мячом. Правда, не прошел мяч до пола сейчас. Блок отработал бразильские команды. А наши, вот видите, на задней линии. Увы, эти мячи не поднимают. А обязаны это делать, если хотят выигрывать этот матч. Потому что Бразилия вот за счет таких подборов сегодня массу очков собрала. У нас явно этого не достает пока. Видим, блок-то смягчает. Тут не тянулся. Может быть, шаг надо было попробовать сделать. Гончарова. Но советовать легче. Это понятно. Сейчас-таки мяч летит в зону, которую вроде бы блок должен закрывать. И тайм-аут Владимира Кузюткина. Второй при счете 18-22. Если сейчас с первого раза снимемся, то какие-то шансы, конечно, за этот сет побороться останутся у сборной России. Делать это надо обязательно. Других просто вариантов нет. Что это такое? Передачу фиксирует Бардаковый. Ну, тут что-то немножко притянутым это все выглядит. Ничего вроде бы такого уж явного здесь не было. При желании еще 3-4 таких свиска можно было сегодня по ходу матча дать. 23-18. Ошибается в итоге Таиса. Вот таким только способом мы эту расстановку меняем. Ну, ничего. У сетки Соколова, Гамова. Сейчас надо Бардаковой держать свою подачу. Стараться, конечно, при этом усложнять. Хороший мяч сейчас сцепляем. Соколова на групповом блоке. Вроде бы пробивает, но каким-то чудом буквально выковыривает из этого блока мяч бразильянки. Первый темп не получается. И Шейла болезненно досталась Соколовой. Отчего такая радость. Какая-то даже злорадная, что ли, радостью японских болельщиков. Честно говоря, когда какому-то из игроков сделали больно, это выглядит, мягко говоря, неуместно. 24-19. Я думаю, воздастся это бразильской команде. Будем надеяться, что в следующем же сете. Гамо сокращает разрыв счетов. Бывали в истории случаи, мы знаем, когда за счетом 24-19 мы спасали партии в матче с бразильянками. Но на заказ это делать очень сложно. Доменяет в итоге Гончарова. Честно говоря, ничем она так позитивным-то и не запомнилась. В защите ничего не смогла помочь поднять. В нападении один раз ее задействовали в блок, она попала. У нас взамен пока тоже таких усиливающих не наблюдается. К сожалению, попадает сейчас Фабиана первым темпом в площадку. Вызывает туда тоже какие-то определенные споры. Но при счете 24-20, наверное, вряд ли мы все-таки могли бы рассчитывать за победу. Будем стараться сделать это в четвертой партии. Еще ничто не решено. 2-1 в Бразилии впереди. Вновь отыгрывается сборная России по ходу финального матча чемпионата мира по волейболу. 2-1 в Бразильянке впереди. Показали статистику на данный момент. Вы знаете, ни одной ошибки бразильянки не совершили в предыдущей партии. Собственной, по крайней мере, если верить статистикам. Примерно такая же картина была во втором свете, когда мы победили. И, наверное, это вот ключ к победе. Он понятный. Конечно, тот, кто не ошибается, тот не проигрывает. Но, тем не менее, умение вот это делать в таких ключевых моментах, наверное, определяет великие команды прежде всего. Вернули на площадку Татьяну Кошелеву. Оно и понятно. Вернули ее по ходу предыдущей партии. И все-таки она побольше угрозы несла себе бразильской команды, нежели Гончарова. В том числе хотя бы с подачи, хотя бы на блоке очки набирала. Пусть у нее не все получается в атаке. Но сейчас отдохнула, посмотрела со стороны. И, наверное, может быть, полегче ей будет. Хорошо. Отработал сейчас наш блок, потому что бразильянки вновь из защиты вышли с хорошей такой доигровкой заготовленной. И очень важно было прихватить их сразу же. 1-0. Бородакова. Бородакова. Помогает, помогает. Не должны такие мячи падать, если мы хотим выигрывать. Ну, бразилия вот за счет таких мячей себе организовывает преимущество постоянно. Ясно, что сложно. Ясно, что не всегда предсказуемо. Но все-таки надо до конца бороться в таких ситуациях. Может быть, и чуть-чуть везения нам бы не помешало. Сейчас, наверное, Соколова еще до конца в себя не пришла. Прикладывала так леда на весь перерыв между сетами. Досталось ей, конечно. И какой же мяч. Сейчас проталкивает буквально на сторону соперников Марии Перепелкина. Там положила едва ли весь своего тела на этот мяч Фабиана. И все-таки втолкнула буквально под эти руки. И сейчас Маша за счет скорости. Этот мяч очень важный момент. Соколова на подаче. Так уже вложилась по-серьезному. И опять нам не везет. Снова от блока в аут. Снова ничего не можем мы поделать с Шейлой. С ее вот этими хитрыми атаками. Между рук Гамовой сейчас на северный раз мяч проскакивает. Два-два. Вау подает Шейлу. Всегда ее подачи так заставляют тревожно замереть. Потому что столько она уже неприятностей ими принесла. Очень низко над сеткой летит мяч. Очень низко. И под заднюю линию с большой скоростью. Крайне неудобно для приема подача. Гамова. Неплохо надо закрыть сейчас Наталью. Она ошибается. Она ошибается. Так, вовремя, не увидев рук блокирующих, такое ощущение, наши не спешили выпрыгивать на блок. Так попозже это решили сделать. И правильно, абсолютно. Наталья без всяких затей мяч отправляет за. 4-2. Вновь опять хорошо летит мяч у Гамовой. Без первого тэпа Бразильянки. Но все-таки на сей раз вход мы Наталью пускаем. И атаки у нее, ну, очень сильные. Очень. В защите трудно играть. Мячи эти, если они не смягчены, хотя бы немножко. Смотрите, мощное такое атлетичное нападение у этой волейболистки. Сейчас она на подаче. Гамов. Браво. Непростая ситуация. Ситуация. Простая это как раз для бразильского блока была. Старцева, пожалуй, что единственный адресат. Сейчас ближний был игрок по ситуации. И бразильянки все, конечно, видели. Но остановить Гамов в данном случае не получается. 5-3. Жаклина на удачу. Знаете, такая атака не была. У нее ни скорости в этой атаке, ни пространства. Но столько раз этот мяч эти проваливались сквозь наш блок, что Жаклина уж так, по-моему, закрыв глаза решила. А вдруг и сейчас повезет. Не повезло. Там все очень здорово сделали наши девушки. Старцева с Бородакова. И 6-3 при этом в счете Гимарайеш берет тайм-аут. Поняла, да? То есть можешь на нее не успеть, а на пайп и на эту. Ясно, да? Тебе поможет Маша. Ее разъехать. Я помню. Маша в любом случае с хорошего приема не успеет на крае. Ясно, да? Тебе помогут? Лидия, а Маша? Я сейчас буду. Да. Моше. Да. Удалось на какой-то момент в нашем захвате инициативы. Вновь хорошая подача Гамовой помогла это сделать. Сейчас подает Мария Перепелкина. Это уже очковой расстановки. Мы уже одну выиграли. Сейчас главное не ошибаться. Вот хорошая игра в защите. Какой-то шанс появился. Гамова, браво! Это было действительно здорово. Вот из таких вот мелочей складывается у победы в партиях. Когда из такой защиты выходишь в доигровку. Причем доигровка, ну так, насколько можно здорово подготовлено. Да, там группового блока не избежать. Но зато у Гамовой было время для того, чтобы эту атаку выполнить. 7-3. Тут же вот получше прием тут же Фабиану. Жалко, не достали. Я вот думал, может быть, все-таки там успели наши сыграть в защите. И судья ошибся. Но никто не спорит. Значит, не добраясь. Такая зона, знаете, получилась мертвой. И общей ответственности три человека теоретически вроде бы могли достать. А на практике, по-моему, ни одной из них это не было сделать удобно. 7-4. Вот сейчас Бородаков врачительно этим эпизодом распорядилась. Кошелеву не рискнуло атаковать. И аут. По крайней мере, дождались ошибки Жаклин. Это время от времени случается. И это надо держать в уме, прежде чем какой-то чрезмерный риск, когда не уверен предпринимать. Сейчас тут даже большой палец показывает Кошелевой-Кузюткин. То есть, ну что ж. Не проиграла. Молодец. Это главное в данной ситуации. Если было неудобно, она, наверное, действительно для нее чуть-чуть низковато была в этом эпизоде. Ну, то, что вот действительно там все это страхуется, это надо учитывать. И делать, наверное, этого больше смысла нет. Бескрайние необходимости. Ну, удалось, наверное, перевести дух за этот технический перерыв. Сейчас такой отрезок, когда поддавливает на соперника и держать подачу. Бразильянки начали ошибаться. Обходились они без этого в предыдущем сете. Вот сейчас сколько? Ну, две собственные ошибки точно было, да? В атаке по аутам Шейлы и Натальи. Ну, а на подачу у нас Татьяна Кошелева. Ну, а Сейрас успевает. Шейлов ход практически не атакует бразильянки в линию. Те попытки, которые есть, сколько уже аутов мы видели. То есть, нет там уверенности. Может быть, есть смысл побольше ходовое направление забирать. Приглашать, как бы атаковать в линию. Если люди ошибаются, может это случаться и чаще. 8-5. Соколову обманут, удар мяч в площадке. И никто из бразильянок не спорит. Стало быть, все тут абсолютно так и было. Важно, важно, наверное, и Соколовой очки набирать. Понятно, что она вот еще, может быть, не до конца даже от того эпизода неприятного отошла. Так за лицо постоянно держится. Ну, мужественный игрок, я думаю, что еще свое слово в этом матче обязательно скажет. Таиса высоко, высоко над блоком этот мяч хватает. Но Бурдакову до такой высоты не добраться. Там бы защитнику повезло бы оказаться в нужном месте. Мяч-то долго летел, но слишком глубоко. Тут сложно что-то было сделать. 9-6. Соколова пробивает буквально блок. Важно, чтобы эти забегания тоже иногда получались. Сегодня мы их результативных немного видели. А бразильянки куда эффективнее используют этот элемент. Растягивают наш блок. Вот сейчас получилось у сборной России 10-6. Вот тащим, тащим. Хорошо, сработал блок. Вот шанс. Гамовый брейковый мяч. Никаких шансов за бразильской защиты. Зато она не оставляет. 11-6. Вот такие мячи. Два уже таких в этой партии. Посмотрите, какие последствия. Оба раза мы уходим вперед. И оба раза разрыв увеличивается. Это очень хорошо. Гамовый работает один в один. Не будет сейчас хорошей атаки. Надо внимательно сыграть. И не довелось, потому что Наталья опять же и так до конца и не приняла верного решения. Уже второй раз в этой партии. Хотя, в общем-то, от нее задача-то была минимальная. Просто перебрось на сторону соперника. И оставь шанс какой-то хотя бы своей команде. 12-6. Один тайм-аут, напомню вам, использовал бразильский наставник. И со вторым ему явно сейчас не хочется расставаться. А у нас блок работает. Перепелкина с Соколовой. И даже не столь важно, кто там из них отличился. Это, я думаю, мы с помощью повтора разберемся. А счет 13-6. Перепелкина очень хорошо и вовремя пристроилась. Такой классный групповой блок сборной России. Держим подачу. Оставляем без первого темпа раз за разом бразильянок. И вот доигровку, думаю, получает наши. Кошелева в задней линии. Очень хорошая комбинация. Пайп, по-моему, сегодня впервые Кошелеву мы подключаем в тыловой зону. И это первая ее атака в этой партии. Вот после того обманного удара. И атака результативная. 14-6. Замена. Отправляют отдыхать Жаклин. Выходит Саса. Вот в предыдущем матче она так до конца и доиграла по ходу матча, появившись на площадке. И видите, прием у нее действительно хорош. Сразу она обеспечивает его. Таису прихватили. Соколова. Ох, как здорово. Поборолись. Молодцы, молодцы. За председатель заслужили. Сейчас Тарцева, ну не знаю, с риском за жизнь ей. Может быть преувеличено было бы сказать. Но травму могла вполне получить. Так, подседка она на такой скорости летела за этим мячом. Видите вы. Это все показывает, насколько действительно наши девушки хорошо готовы. И насколько они готовы биться до конца в любой ситуации. Хорошо, прихватили сейчас Наталью. Гамова у нас есть для сложных ситуаций. Не повезло. Сейчас немножко мяч по тросу задел. Так круто пыталась она кистью скрутить мяч вправо. Но чуть-чуть, чуть-чуть не повезло. 14-8, тем не менее. Есть у Владимира Кузеркина еще и оба перерыва. Не надо так первым темпом усердствовать, когда там не получилось перед этим. Это, наверное, чрезмерно в данной ситуации. Наталья. Немножко поплыла. Вы знаете, поплыла доигровщица бразильская. Когда у нее нет вот такого хорошего разгона, когда она набирает скорость, мощь атаки. С места, с одного шага она теряется. Теряется загонять почаще, стало быть, надо ее в подобной ситуации. 15-8. Соколова. Отбились от атаки Фабианы. Очень важно еще раз будет. И вновь молодец Перепелкина внимательно следит за этим. И ошибку свести теперь при передаче бразильянкам арбитру. Но похоже на ошибку Бурдакова. Действительно, нам оно немножко обиднее было, поскольку то в конце партии произошло. Ну и сейчас 16-8 ко второму техническому перерыву. В четвертом сете сборная Россия имеет достаточно комфортный перевес. Так у нас по очереди каждая из команд пытается свою волю навязать. Будем надеяться, сейчас очередь нашей команды. И она успешно доведет свое дело до конца в этой партии. И как и 4 года назад, тогда мы станем свидетелем решающего сета. Тогда, кстати, мы сборной Бразилии по ходу, по-моему, проиграли на матче предварительного этапа. Так что то был второй поединок по ходу турнира. Сейчас команды из разных половин сеток шли навстречу друг другу. И ушли, сметая буквально всех на своем пути. Были у Бразилиианок проблемы небольшие с чешками. Ну, там такого турнирного значения тот матч не имел. И были проблемы в полуфинале серьезные с командой Японии. А так, не было сомнений, что это действительно сильнейшая половина. Вот, по крайней мере, той половины сетки. 16-8. Соколова после таймаута решила не рисковать. Сейчас понадежнее выполнить подачу. Жаклин. Сработал наш блок. Ну, посмелее, что ли, хотелось подсказать. Не могла решиться на что-то Маша Перепелкина. Сейчас время было предостаточно. Не могла понять, куда мяч опустится. Он летел так примерно на трос. То ли передачу давать, то ли обманут удар, то ли что. Ну, вот так и не нашла решения. Хорошо. Крючкова с подачи шейлы справляется. Кошелева. Ну, вот, набрала свою высоту, будем считать. По задней линии, может быть, действительно, это путь. Потому что, когда такие крутые на траектории закладывал, чуть-чуть блок цеплял, и мяч тут же смягчался. И падал в руки бразильских принимающих. Даже без каких-либо усилий, видимых, они эти мячи собирали. Гамова. 17-9. Ошибается и шейла. Да, не лучшая, наверное, ситуация для атаки. Но это ошибка. И эти ошибки суммируются потихоньку. В сознании бразильской команды. И Гимарайш вынужден взять второй тайм-аут при счете 18-9. Больше перерывов у него нет. Замен хоть отбавляй, всего одну он произвел. Сассу выпустив на заднюю линию. Но пока никакого такого перелома она в игру не привносит. Умеет Гимарайш, да, так воздействовать разными методами. Помним мы, как он буквально рычал по ходу второго сета. Насколько спокойно сейчас пытается вернуть своих волейболистов волейболистов в той игре, которую они показывали в предыдущей хотя бы партии. Гамова. Хорошо, хорошо. И прямо спадачи набирает очередное свое очко. 19-9. Ну, сейчас поспокойнее надо доигрывать. Я думаю, Гимарайш начнет замены делать. Там он целую обойму игроков на скамейке приготовил. Ну, собственно, Жаклин заменена. А он готовит двойную, все ли по всему, замену. Фабиана как-то уже без особого желания на этот мяч побежала. Дважды ее там прихватили. И у нас получается сейчас все. Гамова. 29. Ну, кто бы мог такой счет предположить в финальном матче. Жалко, вот ничего на следующий сет перенести нельзя из этого отрыва. А сегодняшний матч показывает, что каждый сет это отдельно взятая история. Ничего общего с предыдущей, увы, не имеющей. Ну, никто в пятой партии ничего гарантировать никому не может. При любых, наверное, раскладах и при любом сценарии игры. Так что нам доиграть этот сет без треволнения и ждать пятую партию. Кошелева хорошо там страховала сейчас Крючкова. Еще раз Кошелева в атаке. На сервис решила подстраховаться. И, наверное, убиваться за этим мячом большого смысла не было. 20-10. Лишь такой счет после этой атаки бразильянок. Сейчас нам, главное, из приема без таких-то лишних проволочек этот сет довести. Может быть, немножко и Гамову есть смысл разгрузить сейчас в концовке. Поиграть через других нападающих. Вот почему бы не через Перепелкину. У нее начала получаться игра первым темпом. Не только у нее, естественно, у связующего с ней. И это большое дело. Тем более там перед глазами Фабианы все это происходит. И та никак не может поймать этот ритм. 21-10. Сасу возвращает на скамейку запасных. Вот такую пока замену. Двойная там тоже произошла. Жаклин тут же неуверенно принимает. И бразильянкам не повезло и в этой ситуации. И очень важно, что Жаклин сразу ошиблась, вернувшись на площадку со скамейки запасных. Стало быть, там пользы какой-то для нее это не принесло. 22-10. И это аут. Тут даже не стали наши прыгать на блок. Во-первых, очень быстро. Во-вторых, так низко был мяч, что руками только помочь можно было нападающему бразильской команды. Трудно траекторию даже предположить, по которой вот такой силовой удар мог в площадку попасть. 13-10. Брестящая подача Перепелкиной. Хорошо страхует Люба Соколова. Бразильянки набирают еще одно очко. Им очень хочется сейчас, конечно же, затянуть эту концовку максимально, насколько это возможно. И постараются они это сделать, чтобы получить передышку перед пятым сетом. Прежде всего моральную. Кубиана отправляется подавать. 23-11 сборной России. Блиста к тому, чтобы сравнять счет в этом матче. И перевести все к пятой партии. Старцева. Браво. Третий обманный удар сегодня по ходу матча. И третий раз удачно. Вот она умело пользуется то, что не очень разворотливо таится в таких ситуациях. И вчера даже Такиши-то через нее одну такую атаку произвела. И сейчас Гончарова выходит. Это что, может быть и двойная даже замена? Нет, Вера Улякина я не вижу. Пока. Ну, какое сейчас, в принципе, это имеет большое значение. 24-11. 12-24. Обратная замена возвращается Старцева вместо Гончаровой. То есть это был выход до исселения блоков. Там же, я смотрю, Юлия Меркулова приготовилась. Может быть, она пойдет вместо кого-то на блоке. Пока Махнов. Прием. Стоит своеобразный небольшой удлинение таймаута для наших и некоторых игроков. Таймауты между партиями. Там задняя линия, задняя линия. Вот и сейчас, наверное, блок был не совсем нужен, скажем так. Просим защите, наверное, этот удар. Наталья, опять же, не очень представляла, что ей делать с этим мячом. Такой кистевой удар, но удачно попавший по блоку. 24-13. Низко все-таки для Бородакова. Вот с Перепелкиной Старцева нужную высоту так нашла уже. Может быть, как раз она та же самая, но Бородакова повыше выпрыгивает. Видите, ну, сложновато. И на уровне плеча эти мячи сбивают. 24-14. Ну, есть проблемы, значит, надо вспомнить Агамовой. Сделает это Евгения Старцева. 25-14 в четвертой партии. Ждем мы сет, который разрешит, кто же из этих двух великолепных команд сегодня сильнее. Сказать, что кто-то больше достоин звания чемпиона мира, наверное, было бы неправильно. 2-2. 3 минуты есть у команд для того, чтобы прийти в себя. 3 минуты для того, чтобы, ну, не знаю, что-то придумать, наверное, уже поздно. Все, что можно, уже придумано. Все, что придумано, уже проделано. Сейчас борьба характером. Где-то, наверное, может быть и везение оказаться решающим фактором. Так уж получилось в этом матче, что таких по-настоящему плотных концовок мы не видели. Одна из команд все время переигрывала другую. Это было действительно, ну, и борьба умов в том числе. Умение перестроиваться, умение заставить соперника заволноваться, задергаться. Здесь команды оказались достойны друг друга. И все пришло к пятому сету, наверное, абсолютно закономерному. Ничего тут не скажешь. Так и должно было быть. Для любого финала, любого мирового форума это здорово, когда все решается в последний момент, в последние мгновения. Ну, какие же нервы все это нам стоят? И каким нерв стоит это игрокам нашей команды? Вы можете себе представить. Сейчас Владимир Кузюкин пытается что-то успеть донести за этот короткий тайм-аут. Короткий для отдыха. Так-то, конечно, три минуты. Пожалуйста, статистика по итогам четырех теперь уже сетов. Вновь накопилось восемь сразу, получается, ошибок. Потому что было двенадцать перед этой партией у Бразилии. Потому и счет такой крупный в предыдущем сете. Наши всего, по-моему, единожды, получается, ошиблись. Чуть-чуть получше дела на блоке. Наконец-то достали мы соперника и в проценте атаки. Весь матч у нас было хуже, хуже, хуже. Но вот сокращался этот разрыв. Так что сейчас по этим вот показателям вроде бы сборной России и получше. Но это всего лишь соотношение мячей, которые к финальному матчу никакого отношения не имеют. По сетам-то все два-два. Бразильянки уже готовы выйти на площадку. Наши до конца вот это время отведенные используют. Сколова-Старцева еще и на скамеечке сидят, силы экономно собирают. Сейчас любая мелочь может решить. Четыре года назад было то же самое. Тогда сборная России вырвала буквально победу. Удавалось нашей сборной дважды обыгрывать на серьезных мировых формах команды Геморраеша. Было это вот как раз четыре года назад. И было это в полуфинале Олимпиады в Афинах в 2004 году. В 2008 году Геморраеш взял реванш. Более чем убедительный на Олимпиаде. Ну тогда равной сборной Бразилии вообще не нашлось на Олимпийском турнире. Сегодня ситуация другая. Есть две достойные друг друга команды. И через 15 минут мы узнаем имя нового чемпиона мира. Кому подавать тоже очень интересно. Первое очко большое значение имеет в четвертом сете. Кстати, по-моему, не сработало. Кто первый выиграл очко, кстати, не взял. А подавать будет Евгения Старцу. Вот это самая такая у нас продуктивная что ли расстановка. И так, где подает Гамова. Получается, вот эта диагональ. Эти две расстановки лучшие в нашей команде сегодня. Старцу на подаче. Таиса первым темпом сборная Бразилии набирает первое очко. Чуть упростила подачу. Знаете, не так планировал мяч. Летел и в бразильянке. Крутился. В бразильянке раскрутили быструю атаку. Сейчас нам. Нам теперь надо обязательно сниматься. Увы, без атаки. Причем не затруднили ничем бразильянкам собственную их атаку. И пушечный удар. Жаклин 2-0. Вот только вот не пугаться этого карнавала. Сейчас будут бегать, метаться бразильянки. Ничего страшного. Не такие матчи мы вытаскивали. 2-0. Это еще пока только начало сета. Сейчас справиться с приемом очень важно. Молодец Крючкова. Гамова. Здорово. Выполняет свой маневр. Пушечная атака 4 по 4. 2-1. Наша команда набирает первое очко в пятом сети. Мария Бородакова отправляется подавать. Вот ту бы подачу, которая в четвертой парке у нас получалась выполнить. Оставить соперников без первого темпа. И пусть придумывают, что хотят. Вот сейчас так, например. Гамова будет атаковать в нашей команде. 2-2. Молодцы, девчонки сразу же достали соперника. Вот то, что нужно. Без первого темпа. Подняли мяч в защите и довели до Гамовой. Такая, знаете, универсальная рецепт для сегодняшнего матча пока получается для нашей команды. 2-2. Может неплохо летит мяч у Бородаковой. Шейла закручивается на эти мячи. Их надо, конечно, немножко стараться прикрывать корпусом. Но сложно это сделать. Быстро очень сбивает. 3-2. Я думаю, что Гамову и Шейлу мы будем в атаке видеть в этой партии очень много. 2-2. Тут зашивка Соколовой в приеме. Вот это коварная подача Шейлы. Сработал самый неподходящий момент. 4-2. Вот такими рывками небольшими пока начинается пятый сет в финальном матче. Хороший первый темп. Рискнули, да, иначе это не назовешь. Все-таки игра с центральным – это всегда определенный риск пятой партии. Тут цена ошибки совсем другая. И 4-3. Соколова на подаче. Ага, Фабиану закрывает Гамова один в один. Вот это момент интересный. Интересный, важный. Видите, немножко Соколова упростила подачу. Не уверена она в той силовой, которая у нее была в начале игры. И сейчас надежность решила добавить наша опытная волейболистка. Это помогло нам сравнять, ну, в счет 4-4. А сейчас силовая попробуется. И вновь через Фабиану. То и уже не так уютно. Будет у Гамовой шанс. Ну, Катя, помочь? Ну, как же так? Мы не должны такие мячи падать. Долго мяч летит. Немножко, наверное, Старцеву смутило то, что Соколова пыталась сыграть этот мяч. 5-4, ничего страшного. Продолжаем бороться. Не отпускать, не отпускать. Сейчас главное соперник вперед. Забить все невозможно, мы это понимаем. Кошелева. Очень нужный мяч, очень нужный мяч. Забивает из четвертой зоны. 5-5. Не должно быть спокойно бразильянкам. От всех игроков они должны эту угрозу ощущать. Тогда это будет, конечно же, иметь смысл другой Гамова. Неудачный принимает. Заклинул. Вот ее закрывать нет. Проходит как-то по ходу. С не самой удобной передачи. Жалко. Момент был. 6-5. Сейчас надо сновь отбиваться. Фабиана на подаче. Два принимающих сборной России. Вот Соколова сейчас пытается загружать. Справляется она. Кошелева. Не было там касания блока, к сожалению. Это плюс 2 дает нашему сопернику. 7-5. Сложный момент. Вот эти две расстановки, где не лучшие минуты мы в этом матче переживали. Сейчас как раз у нас это происходит. И опять же, есть вариант поснуть на заднюю линию Гамовой. Но сколько же она может все выигрывать-то? Сами понимаете, соперники тоже все прекрасно знают. И тем не менее. Ну вот отбились. Вроде бы теперь бы забить. Нет. Цепляют. И закрываем Жак Ли. Ну хоть так. Хоть так. Забить не можем. Хоть так сдвинемся. Ну понятно. Там сложно молодому игроку сейчас. Такая цена каждой атаки. Там по-моему Гамову сейчас заговаривает буквально партнеров. Может быть, привечает и фортуну. Но надо. Надо нам, чтобы немножко повезло в этом матче. 7-6. Что, попадает? Нет? Или попадает? Арбитр нам отдает мяч. Это как раз был жест к флаговому. Мол, не шали. Я говорил, что все-таки небольшая симпатия со стороны японцев. Относительно бразильцев ощущается. Мяч был за 7-7. Ошибается Жак Лин. Шейла, прошу прощения. Никто-нибудь игрок сверхнадежный. Хорошо летит подальше у Перепелкиной. Таиса за головой. Нет, все-таки успевают организовать атаку бразильянки. 8-7. Смена сторон. Равная абсолютно борьба и в этом пятом сете. Может быть, какой-то своеобразный момент истины сейчас наступает. Вот сняться в этой расстановке для нас крайне важно сразу. Пока смена сторон. Сейчас проверят арбитр расстановки. На подаче Фабиола. У нас на передней линии Кошелева-Бородакова. Мы будем смотреть. Упростила, упростила Фабиола подачу. Сразу обыграем быстро. И не успевает даже Бокс. Это атака Гаммой, которую, в принципе, можно было бы и предположить. Ну вот добралась до передней линии Соколова. Может, чуть полегче будет. Сейчас Кошелева. 8-8. Кошелева на подаче. Аут. Да, бразильянки ошибаются. Ваут атакует кто? Шейла атакует Ваут. Вторая ошибка великой диагональной бразильской. 9-8. Нервы ни у кого не железные. Тут, не знаю, тут и говорить-то трудно. И вновь Таиса. Вот заиграли ее к концу матча ближе. Для нас это немножко неожиданно. Но тут все от подачи зависит. Первый темп-то можно исключить хорошей подачей. Конечно, там подстраховываются, перестраховываются. Сейчас игроки попроще подают. Это все понятно. Леся Махно появилась у нас на задней линии. 9-9. 9-9. И вновь через гаму. Вновь Катя блестяще атакует. 10-9. Сейчас уже все идет к тому, выдержит она эту атаку, эту нагрузку или нет. Ну, с психологией у нее все в полном порядке. Там в обороне-то стоят люди. Сумасшедшие реакции. Вот в чем дело. Может, где-то и везение нам необходимо сейчас. Старцева на подаче. Ну, смягчили. Смягчили. Надо атаковать. Ближнему Соколовой. Люба рискует. Право по заднюю линию. Очень нужный мяч. 11-9. Кстати, ни одного перерыва тренерского пока еще не взято. Это я уже говорю во прошедшем числе. Потому что геморрайш, естественно, не мог на это не отреагировать. Впервые в пятом сете сборной России на два очка выходит вперед. Мы весь сет догоняли, догоняли, терпели. Сейчас посмотрим, как в этой ситуации бразильянки будут смотреться. Хотя, конечно, нас больше собственная игра сейчас волнует. Плюс два в конце. Вы сами понимаете. Эту арифметику не надо расшифровывать. Сыграя надежно в съеме. Подержи. Но это об этом говорить хорошо. А делать-то как все это сложно. Растянется эта концовка. Таймаутов тренерских еще три. Два из них у Владимира Кузюткина. Продавил Старцева. Отыгрывает очко бразильянки. Наталья так глубоко была эта передача к антене. Не успел наш центр так широко пройти. Сейчас видите, она вот так выкрутила с четвертого по четвертому. 11.10. Неприятная подача Таисы. Нас сейчас ожидает. Видим, как трудно Люды Соколовой с ней справляться. Гамова. Браво! Так прошивает этот блок, как будто там никого и не было. А был бы кто, это действительно было бы больно. Я тут уж не позавидуешь оказаться в этом месте кому-либо из игроков. 12.10. Мария Бардакова вводит мяч в игру. Неплохо. Но все-таки рискует бразильянка с Фабианой. Высоты у нее хватает, чтобы переиграть Перепелкину. 12.11. И вот подача Шейлы. Сейчас момент, наверное, едва ли не ключевой в этом матче. Самый, наверное, трудный для приема подачи у бразильянок. И полное внимание. Молодец. Крючкова очень здорово доводит. Забегание! Соколова! Браво! Два очка отделяет нашу команду. От победы в этом матче. Но как же они далеки. Возвращается на переднюю линию Кошелева. Вот сейчас еще по Кагамову сетки. Там потом, кажется, одни не обстрелянные игроки. И всего два очка. Но рискни. Наверное, можно рискнуть, Люба. Ну, блок. Нет, еще раз будет атаковать Наталья. Помочь, помочь. Можно помочь. Ну, что рискнет Катя? Браво! 14-11. Тайм-аут по-разному. 14-11. Тайм-аут Гимарайша. Последний его шанс в этом матче. Три шанса у сборной России. Добрать решающее очко. И отстоять титул чемпионов мира. И, собственно, больше говорить тут не о чем. То, как наши бились в этом матче. Чем бы он не завершился, они уже достойны самых восторженных оценок. Чем бы это все не закончилось. Ну, должна же быть и справедливость какая-то. Соколова. Не стала рисковать. Шанс для блока. Сама же в защите. Гамовы атаковать. Все! Сборная России чемпион мира. Браво! Великая команда, которая вытерпела, которая отстояла этот матч до конца. Которая сломила этих могучих бразильянок. Поздравляем все. Трудно говорить, вы понимаете. Поэтому, наверное, будет разумно еще раз поздравить наших девушек и завершить репортаж. С вами был комментатор Владимир Стесков. Всего доброго! И вот на контрасте счастье и радость сборной России. Вот оно счастье. Вот оно радость. Мы приехали, чтобы победить. Скандировали наши девушки, поднимаясь на высшую ступень педестала. И они все сделали, что называется, по максимуму. Мария Бородакова, Леся Махно, Мария Перепелкина, Елена Константинова, Любовь Соколова, Светлана Крючкова, Наталья Гончарова, Ольга Фатеева, Екатерина Гамова, Вера Улякина, Евгения Старцева, Екатерина Кабишева, Татьяна Окошелева и Юлия Меркулова. Я назвал полностью состав нашей сборной. Не всем, как Екатерине Гамовой, посчастливилось проводить основное время на площадке. Но, тем не менее, каждая из нашей команды внесла свой вклад. Кто-то больше, у кого-то меньше этот вклад был. Но сейчас все получают заслуженные награды, золотые медали чемпионок мира. И если мы и видим слезы на глазах у наших, у кого-то из наших девушек, то это слезы радости, слезы счастья. Вот так можно чокнуться друг с другом пока медалями. Но затем настанет черед и шампанского. Конечно, все, не только волейболистки, все мы отметим эту замечательную победу. И главный тренер сборной России Владимир Кузюткин получает свою заслуженную награду. Чем мы его и поздравляем. Так же, как и весь наш тренерский штаб, который сейчас представляет главный тренер. И всех тех, кто внес свой вклад в это великое дело, в дело победы сборной России на этом чемпионате. 11 раз уже на этом чемпионате мира звучал гимн России перед началом матча с участием нашей команды. Гимн этот представлял нашу сборную. А сейчас под сводами стадиона ее гимназиум российский гимн прозвучит уже в честь победы нашей команды. И вот он, кубок чемпионок мира в руках у Марии Бородаковой. Капитана нашей сборной. И его сейчас передает из рук в руки все участницы нашей команды. Ну и слезы на глазах Владимира. Как у Зюткина, который блестяще руководил нашей сборной. Что тут говорить. Наш тренерский штаб сработал на отлично. И были, конечно, непростые ситуации. Не только в финальном матче, но и в матчах предварительного этапа у наших девушек. Но всегда наш тренерский штаб, наша команда с честью выходила из всех самых непростых ситуаций. Ну а как могло быть иначе? Просто золотые медали не даются. В второй раз вы стали чемпионом мира. Это очень великая победа. Какое у вас ощущение, когда победили вам эту медаль? Это непередаваемое ощущение. Спасибо всем болельщикам. Спасибо нашим родственникам. Спасибо всем, кто болел за нас, переживал, кто помогал нам. Спасибо всем. Мы вас любим. А мы любим вас, дорогие наши волейболистки. И еще раз поздравляем. Вы совершили то, что называют спортивным чудом. Победив все сильнейшие сборные мира. Мы сейчас перевели на японский язык для зрителей то, что сказала капитан нашей команды, Мария Бородакова. Я могу сказать только одно. Мы лучшие, мы это доказали второй раз. Ну что ж, коротко и ясно. Лучше не скажешь. Да, это тот самый случай, когда сами наши волейболистки могут говорить о самих себе в самых восторженных тонах. У них на это есть полное право сегодня. Мы лучшие, мы лучшие, мы это знаем, пожалуй, лучше всех. Мы знали, мы шли к этой победе, мы к ней пришли. И никто не смог нас на этом пути остановить. Что интересно, в полуфинале наши девушки обыграли серебряных призеров Олимпийских игр в Пекине. А в финале им покорились и олимпийские чемпионки. Это я к тому, что через два года нам предстоят Олимпийские игры в Лондоне и гимн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и на этом мы завершаем наш самый эффектный, самый красивый, самый лучший репортаж, который вел Владимир Стецко и помог ему на финише Николай Попов. До свидания.